Всем привет дорогие друзья! В этом видео мы поговорим с вами про технический анализ рынков по чистому графику, где я поделюсь своим мнением, как на ключевые монеты, что там происходит, что я вижу, какие перспективы, какие возможные точки входа, ну а также дам комментарии по тем инструментам, которые вы оставляли у меня в телеграм-канале, потому что буквально несколько минут назад в своем телеграме я выложил пост, что вот сел писать видео и уже 24 комментария. Соответственно те инструменты, которые вы там написали, я и разберу в этом видеоролике. К слову, ссылочка на данный телеграм-канал в описании, подписывайтесь, тут много всего интересного, инвестидеи, разборы новостей, полезный материал, учебный материал и много-много всего другого, все это абсолютно бесплатно. Кроме того, друзья, хочу вам сделать небольшое заявление, что так как технический анализ, который применяю я, это пожалуй, наверное, самый простой и быстрый и один из наиболее эффективных методов анализа, который можно освоить в короткие сроки, причем без какой-либо специальной подготовки, потому что если мы говорим про фундаментальный анализ, все-таки какие-то общие вещи хотя бы необходимо знать. Технический анализ это просто, у вас есть график и самое главное, что вам необходимо, это понимание того, а как же работает рынок, как взаимодействуют между собой покупатели и продавцы, какие категории рыночных участников существуют, как вычислить ситуации, где у нас есть рыночный дисбаланс, кто у нас контролирует рынок, что очень важно при входе в рынок выбирать моменты, где у вас есть, соответственно, контроль нужной для вас стороны. Если вы покупаете, вам нужно, чтобы покупатели контролировали рынок, чтобы был перекос в сторону спроса, или же наоборот, если вы шортите, вы хотите видеть превалирование медведей. Так вот, до 31 декабря я решил сделать специальные условия на мой авторский курс, который так и называется «Анализ рынка по чистому графику, но с упором на крипторынок». Многие наверняка помнят этот курс, в дальнейшем он был расширен, значит, фундаментальным анализом по криптовалютам, но так как я понимаю, что многим из вас фундаментал не нужен, а нужна лишь техника, я решил сделать акцент до нового года именно на него. Этот курс состоит из шести лекций, двух практикумов в записи, плюс бонусному материалу по профилю рынка, и до конца года действует 20% скидка. Более того, в описании вы найдете несколько видеороликов, это абсолютно бесплатные лекции по техническому анализу, из которых узнаете следующую информацию. В первой лекции вы узнаете про четыре цели любого вида анализа, теорию рыночного аукциона и механики работы рынка, кто и как создает тренды, а также токсичные виды анализа. А во второй лекции, которая тоже находится в описании, вы узнаете всю правду про уровни, почему вам врут про технические уровни. Там я провожу крайне интересный опыт, уверяю вас, посмотрите, не пожалеете, не пожалеете, если вы его не видели. Это прямо взрыв сознания, это гарантировано. Также вы узнаете, как строятся уровни, два типа реальных рыночных уровней, три категории рыночных участников, конкретный паттерн работы рынка, который дает 80% отработку. Как выглядит профессиональная работа, кроме того, вы узнаете, как выглядит профессиональная работа на рынке с конкретными примерами. Забегая вперед, хочу вам сказать, что по биткоину вот эта часть, вот эта часть, это и был этот паттерн, о котором вы узнаете вот из второй лекции. Это все абсолютно бесплатно, если вы хотите просто понять, как работаю я, проходите, смотрите данные лекции. Ну и также, если хотите получить полный комплект инструментов, которые позволяют анализировать рынок без использования волн, индикаторов и так далее, то ссылка на данный курс будет в описании, тут же мои контакты. Желательно писать только в Telegram, в Skype пользуюсь редко последнее время. И, в общем-то, в этом Telegram можете получить всю необходимую информацию, то есть записаться на курс и решить все технические вопросы. Теперь же, друзья, давайте поговорим про главное, а что же у нас происходит с вами на рынке, что мы ждем, если какие-то, возможно, интересные инструменты, на которые можно сейчас акцентировать внимание. Ну, начнем мы, пожалуй, с биткоина, как главного законодателя моды на крипторынке. Итак, здесь на самом деле все очень просто. Если мы посмотрим с вами на фон, мы увидим огромное такое снижение, которое, в принципе, можно было бы счесть как движение, как вынос лонгов. То есть здесь было у нас большое такое накопление, соответственно, сейчас нам подгрузит TradingView. Значит, было очень большое накопление, здесь вынесли на объеме и, в принципе, были идеи, что это падение, это вынос лонгистов, и дальше мы можем, соответственно, сформировать тренд вверх. К сожалению, этого не произошло, то есть такая была достаточно длинная болтаночка. Был период такого, скажем, аномального роста, потому что, если мы посмотрим, например, на S&P 500 в этот же период времени, то S&P 500 просто стоял во флете. То есть почему я говорю аномальный? Потому что другие рыночные коррелируемые инструменты в этот момент времени не росли. И мы видим, что S&P 500 находится даже ниже, в общем-то, вот этой вот точки, то есть ниже вот этого флета, который он сформировал. Дальше что мы с вами увидели? То есть это некий фон, потому что, когда мы с вами говорим про анализ рынка, мы должны понимать, что у нас происходило на фоне, чтобы вычленять вот эти, соответственно, точки, за которые мы можем зацепиться и, соответственно, считать, самое главное, текущий рыночный дисбаланс. Так вот, был период такого аномального роста. Дальше мы вылетели просто-напросто выше важного уровня 17,5 тысяч. Это очень важный психологический уровень. Про это я больше рассказываю у себя на курсе. Есть вот из лекции вы узнаете про два типа уровня, а всего их пять. Всего пять основных типов уровней. Которые мы с вами используем. Значит, один из них это вот психологические уровни. И, в общем-то, на объеме мы вышли. И здесь, значит, в твиттере я у себя писал, что не стоит обольщаться. Что не стоит обольщаться. Что, скорее всего, после добоя вверх мы будем ниже. Что писал, вот, пожалуйста, этот пост. Что не стоит обольщаться. Что, скорее всего, это движение зальют. Что мы, в общем-то, с вами получили. На сегодняшний день мы видим, как цена опустилась ниже важного психологического уровня 17,5 тысяч. То есть, цена зашла вверх. Покупатели смогли загнать цену вверх. Но удержаться, закрепиться не смогли. И от объемов, которые здесь выходили, а объемы достаточно большие, плюс снижение ниже этого уровня, мы видим, что покупателей здесь нет. То есть, нету достаточного дисбаланса в сторону спроса для того, чтобы, значит, как создать этот долгосрочный дисбаланс в рынке, так и его удержать, чтобы этот импульс перерос в какой-либо долгосрочный оптренд. То есть, этого на сегодняшний день нет. И покупателей в рынке на сегодняшний день недостаточно. То есть, здесь все предельно просто. Мы констатируем, что на биткоине на сегодняшний день нету перекоса в сторону спроса. Что сильных покупателей, которые бы могли контролировать рынок на сегодняшний день, нету. А, соответственно, у нас остается два сценария. То есть, если сценарий с ростом у нас менее вероятен, по объективным причинам, у нас остается либо падение, либо широкий флэт. В общем-то, это два основных прогноза на сегодняшний день по биткоину. Я думаю, что в большей степени более вероятно именно снижение цены, так как все-таки на более долгосрочном таймфрейме мы видим даунтренд. То есть, у нас есть перекос в сторону медведей и, в принципе, этот перекос пока что из рынка не ушел. То есть, он сохраняется. Поэтому мы можем говорить, что с большей вероятностью даунтренд продолжится. Это такие мысли по биткоину. Теперь же давайте посмотрим на эфир и перейдем к тем инструментам, которые вы писали в Телеграм-канале. По эфиру картинка еще более, на мой взгляд, медвежья. И это я описывал еще давно, когда говорил, что вышел из рынка, когда вот идеи, на которых я покупал, они не оправдались. Здесь мы видим очень тяжелый, важный психологический уровень 1000. Мы видим отскок от этого уровня. И мы видим, как дальше цена просто магнитом притягивается к этому уровню. То есть, вышел объем, значит, попытались опять поднять цену. То есть, вблизи этого уровня недостаточно сильных покупателей. И мы видим, как цена вновь двигается к этому уровню. По эфиру, я думаю, что с большей вероятностью, вероятностью более 50% мы уйдем ниже этой отметки. То есть, эфир выглядит очень и очень слабо на сегодняшний день. Дальше, давайте теперь смотреть, а что же вы написали, какие инструменты вы прислали. И давайте их, собственно, разберем. Начнем с первых. Соответственно, те, кто писал самыми первыми. И первый инструмент это NearUSDT. Ну, первое, что хочу сказать, что инструмент никакущий, с технической точки зрения, вообще нету никаких признаков, за которые бы можно было зацепиться. То есть, в какой-либо жизни, что там есть хоть что-то, это просто вяло текущий даунтренд, который, скорее всего, продолжится. Потому что признаков, по которым бы этот даунтренд закончился, тут, соответственно, нету. Следующий инструмент Flow, прошу прощения, давайте так, FlowUSDT, такая же история, все очень просто, продолжающийся даунтренд без каких-либо признаков жизни. То есть, все достаточно печально. Да, да что ж я не могу скопировать, я копирую постоянно вот это первое сообщение. Так, нет, не хочет он, почему-то. Ctrl-C, Ctrl-V, все. Следующий инструмент Миру, ну, тоже такой, по крайней мере, пока что щиток, то есть, нету особо ничего. Первая попытка поднять цену бывает такое, что вот из подобных паттернов при небольшом снижении вниз идет прямо сильный такой, сильный всплеск. И, в принципе, вот мы видим парочку таких всплесков было. То есть, ну, можно, наверное, ниже посмотреть, но тоже это супер-супер спекулятивно. Я бы точно на такой инструмент внимания не обратил. Я покажу вам, кстати, инструменты, на которые я обращаю внимание, то есть, примеры очень сильных паттернов, которые приводят к такому взрывному росту. Это неинтересный инструмент, это просто широкий флет, не за что здесь зацепиться. TVT, была идея, неплохо на ней заработали. Здесь, ну, признак того, что этот тренд закончился, как бы аптренд. Здесь у нас климакс покупок вырисовывается, тот паттерн, вот, который вы узнаете из второй лекции, которую вы найдете в описании. Вот, ну, я бы точно не покупал. То есть, на сегодняшний день я бы точно этот инструмент не покупал, вот, особо неинтересен. Near Flow, мы их рассмотрели. Atom, много, мне пишет один, значит, мой подписчик про Atom, видимо, очень неплохо в него закупился, но пока что тут тоже без идей. Пока что тоже без идей, опустились ниже важного уровня 10, от объемов реакции на фоне нету, то есть, скорее всего, у нас даунтренд. Дот, палка Дот, следующий у нас инструмент, ну, тоже неинтересно. То есть, криптовалюта вообще, почему я, например, на сегодняшний день нахожусь 100% в кэше, это вот, как бы, общий рыночный сантимент, который мы с вами наблюдаем. То есть, тут не то, что я там плохой и как-то вот, ну, там, не вижу каких-то возможностей на рынке, но это просто вот, ну, такой рынок. Вот, такой рынок. Роуз, следующий инструмент, тоже, тоже очередная, очередная помоечка. Так, дальше мы это все рассмотрели, рассмотрели, рассмотрели. Вот, я хочу вам показать, давайте посмотрим, когда-то была эта крайне интересная история, на сегодняшний день, на сегодняшний день неинтересно. То есть, реакция от объемов вниз льют, попытались поднять цену, но, скорее всего, вместе с рынком будет падать. То есть, скорее всего, с рынком будет падать. Хочу показать вам пару паттернов, пару паттернов, которые, вот, реально мы в клубе разбирали. Первый паттерн – это тон. Значит, мы этот инструмент где-то вот здесь вот, мы обратили на него внимание, но так как общий сантимент у нас был, как бы, мы из рынка выходили, то, наверное, это некие такие упущенные возможности. Тем не менее, в чем суть данного паттерна? Вот, смотрите, логика какая. Уровень единица у нас цена защитила, дальше у нас подняли цену, выше двух не пошли, защитили уровень полторы, здесь у нас объем, и когда цена пошла ниже этого уровня, мы видим, что здесь нет продавцов. То есть, вроде бы, первичная реакция от объема у нас вниз, но дальше мы видим, как цену поднимают выше уровня полторы, и, собственно, реакция от этих объемов у нас идет вверх. То есть, это говорит нам о том, что уровни у нас держатся, что у нас есть перекос в сторону спроса, что, несмотря на первичную реакцию от объемов, у нас нет подтверждения, что медведи контролируют рынок, а наоборот, что покупатели вновь захватывают инициативу, и, соответственно, здесь можно было неплохо этот инструмент купить. То есть, свои там несколько десятков процентов можно было вполне себе легко заработать. И, несмотря на то, что здесь вот тоже рисуется такой вот паттерн стоп-объем, рынок падает, а тон стоит. То есть, тон это, в принципе, ну, исходя из технической картинки, это достаточно отработанная история, но где-то, возможно, опять в районе двух, то есть, когда похожая ситуация, похожий паттерн у нас может здесь нарисоваться. То есть, вышли объемы, реакция вниз, то есть, какой-нибудь будет спайк быстрый, поднимут цену. Здесь, в принципе, тон может быть опять интересен. То есть, смотрите, как вот все, что мы с вами посмотрели, как выглядит. Просто сами вот еще раз откройте графики и посмотрите на тон. То есть, тон видно, что есть достаточно сильный спрос. Вопрос только, как в него войти. И похожий паттерн был у нас еще на одной компании, но в этой компании уже можно было поучаствовать. Это китайская компания CAAS. Смотрите, та же самая история. Есть у нас, соответственно, флет. Вышли из этого флета вверх, вышли с объемами. Первичная реакция от объемов у нас вниз. Далее защитили уровень 4 и на объеме пошли вверх. И дальше здесь начали вообще пятерку пробивать. То есть, где-то здесь мы покупали эту компанию. То есть, процентов 40 можно было в акциях. В акциях можно было заработать. Но паттерн очень-очень сильно похожий на то, что мы видим на тоне. Единственное, что если покупать эту компанию, то, наверное, опять где-то возле этих уровней. И, соответственно, где там какие-то признаки спроса будут появляться. И, соответственно, на этом можно купить. Вот, друзья. Давайте, ладно, еще посмотрим какие-то, возможно, есть идеи, которые вы писали. DIVA DX, TVT. MATIC. MATIC. Классная монета. Давайте посмотрим на MATIC. А там, ну, так, ну, много-много всего. Давайте MATIC посмотрим еще. MATIC USDT. По MATIC очень интересная ситуация. Значит, смотрите. MATIC. Здесь вообще я был очень бычий настроен на MATIC. Кто помнит эти прогнозы. У меня было 2 таких, 2 таких сильных монеты MATIC и TVT. В обоих удалось заработать по несколько десятков процентов. Но затем, когда мы вернулись ниже единицы, здесь я частично крыл здесь и частично крыл уже без убыток. Вот. То есть, но все равно на позицию там несколько десятков процентов удалось заработать. Что мы видим сейчас? Мы видим выход выше единицы, выход объема. Пока что реакция от этого объема вниз. Но цена ушла вот в этот широкий флэт. И, в принципе, выше единицы, я думаю, что MATIC может быть вновь интересным. Вот. Пока что я его не покупаю. То есть, пока что напомню вам, что я 100% нахожусь в кэше. Никаких идей нету. Но MATIC, в принципе, это та история, на которую я бы обращал ваше внимание. Так. Коккос. Какой-то интересный. По-моему, смотрели. Нет. Опять я... Опять у меня не работает мой CTRL-C. Интересная история. То есть, такой мы получили памп. В принципе, ниже вот где-то у основания этого уровня. При, значит, выходе. То есть, мы должны уйти ниже 0.5. И вот если будем подниматься вверх, можно попробовать купить. И тоже там несколько десятков процентов. Я думаю, что спекулятивно можно в этом инструменте поднять. Такой, ну, бывает такой. То есть, вначале показали всплеск. Сейчас, значит, выдавят тех, кто покупал. Наберут новых шартов и дальше пойдут. То есть, такой паттерн зачастую бывает. То есть, кокос еще один инструмент, на который бы я обращал внимание. В общем, друзья, на этом у меня все. Не забывайте посмотреть обязательно два ролика, которые вы найдете внизу. Планируете учиться, не планируете. Это уже как бы другой вопрос. Ну, а если хотите получить полный инструмент, который позволит вам самостоятельно, без дополнительных инструментов, без дополнительных индикаторов, без какой-то помойки типа волнового анализа, научиться считывать рынок, научиться считывать балансы и дисбалансы и понимать, где и в каком инструменте есть перекос в сторону спроса. И есть смысл этот инструмент покупать, и что немаловажно, в какой момент покупать, потому что в курсе даются также конкретные точки входа. То, в общем-то, до 31 декабря действует специальный оффер. Все подробности в описании, там же мои контакты. Пишите, записывайтесь и просвещайтесь. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok